Когда говорим о мышечной выносливости, это способность мышц оказывать субмаксимальные усилия многократно в течение времени. Есть несколько тестов для мышечной выносливости, отжимания от поля, подтягивания. Используем постоянно такие-то тесты. И можно есть даже несколько тестов, которые я могу дать вам потом, и можно определить и поставить даже в таблицу, чтобы определить, какая у вас мышечная выносливость. Это помогает именно для тех людей, которые работают со спортом, одиноборством. Это очень полезно. И обычно делать шесть разных тестов потом я дам. Плюс все, которые мы уже смотрели, там еще несколько тестов, которые могли сделать именно для вносливости. Окей? И там получается какой-то рейтинг. И с этим рейтингом мы поставили таблицу, там есть таблица уже создана, и ты можешь смотреть против другими людьми. Все, что еще важно знать. Когда мы говорим об мышцах, мы должны знать, что если мы сделаем нагрузку, нагрузку сделаем больше, чем обычный, и с трудом работаем, мышц работают, чтобы адаптироваться. И эта адаптация сделала, чтобы они росли. И как мы называем гипертрофию? Когда гипертрофия мышицы, когда мыши становятся побольше. И есть разные виды гипертрофии. Например, можно миофибриллярная гипертрофия. Что такое миофибриллярная гипертрофия? Это когда увеличивать плотность, размер миофибрилляр. Чтобы это сделать, надо работать с большими весами, с низким повторением. Тогда надо знать, что существует гипертрофия. Гипертрофия может случиться и в типа 1, окислительный мышечный волокк, типа 2, гликолитический мышечный волокк. И тоже есть гипертрофия миофибриллярная, которая увеличивает плотность, размер миофибрилляр. Это с помощью большими весами низкие повторения. Но затем это мы и сделаем, и хотим сделать для оптных спортсменов, либо учеников. Не для начинающих, потому что могут травмироваться. А тогда есть саркопломастическая гипертрофия. Это увеличивает саркоплазму. Достигаем путем выполнения большого количества повторений при более низком сопротивлении. Это тогда вес умеренный, не очень большой, но затем больше повторений. Вес поменьше, повторений побольше. И там можно смотреть, слайд там есть, красиво, все мюзин, актина. И есть мышцы, которые нетренированы, будем смотреть, что поменьше. Есть мышцы, которые саркопломастические, гипертрофия. Тогда мышцы становятся побольше. И есть миофибриллярные. По размеру примерно однако, но миофибриль. Это означает, что не только большой мышцы, но и сильный. Это самый лучший вариант. Посмотреть там слайд, и мы смотрим. Есть тоже несколько физиологических факторов, которые влияют на сокращение мышц и увеличение силы. Например, нейронная функция, тип мышечных волокон. Мы смотрели чуть-чуть, но, как сказать, есть соотношение между медленными и быстрыми мышечными волоконами. И они меняют с разными людьми. Как точно знать? Единственный способ это через биопсию. Но биопсию это не простой метод. И тоже никто не хочет сделать. В принципе, не надо это сделать больше всего. Почему? Потому что сейчас, в настоящее время, у нас есть таблица. Я могу дать вам таблицу. И покажет каждый вид спортсоотношений, который более-менее подходит. А как мы могли сделать? Косвенно. Посмотри. Индирект. Как? И сделать тест, разный тест. Тест, который на силу. Тест, который на внос. Тест, который на силовая внос. И ты можешь там определить более-менее какое-то соотношение между тестом. И внимание, больше сделать то или другое направление с помощью этого теста. Тоже для силовы важно, специфическое. Если я тренируюсь постоянно сжим-лёжа, с штангой. Когда я сделаю сигантели, мне будет сложно. Что я должен делать тогда? Иногда работа с сигантелями. Если я хочу увеличить свои способности с сигантелями, тогда тренироваться с сигантелями. Есть такой-то принцип. Specific adaptation to impose demand. Это said principle. Это означает. Наш организм будет становиться лучшим, если мы используем те методы, которые мы хотим сделать. И с усилами. Надо увеличить усилы. Это означает. Если я хочу сделать вес побольше, нажим-лёжа. Я не могу. И сегодня на примере я могу 100 килограмм. Один раз. Если я тренируюсь с 70%, примерно 70 килограмм, и сделаю только 3 повторения, это означает, что я не буду до конца сделать воздействие на эту мощь. Работу, но не очень. А если я постараюсь каждый раз, каждую неделю побольше, допустим, первой неделе 3 повторения, то же самое вес. Следующая неделя 4, потом 5, со временем 6, 8, 10. Это означает, что организм начинает зарекрутировать лучшие мышцы, координация внутренней мышцы. Все двигательные единицы начинают побольше, и организм будет воздействовать и адаптироваться, становиться сильным. Это один способ. Тоже есть периодизация. Будет отдельная лекция только по периодизации. Периодизация. Я, если вы вспомните, я был учеником 2,5 года. Лев Павлович Матвеев, который создал все эти теории, периодизация, и там читал очень много книг. И в своей книге тоже пишу по периодизации. И это один из главных моментов, которые я сделал. Разный, чем другие тренерами, которые просто тренируются, как думают, без периодизации. И результат, чем больше, на высший уровень, очень важный использовать периодизацию. Помогает сильно, и не только достижение, но без шанс травмироваться. Тоже есть внутренний нервно-мышленный координация. Есть момент, так называется. Либо то, либо ничего. Либо все мышцы, которые в этот двигательный нейрон работают, либо не работают. И это тоже идет в соотношении от медленной и быстрой мышечной волок. Например, всегда, когда начинаем действовать, у нас есть энерго. Энерго придет от АТФ. АТФ длится 2-3 секунды. Чисто АТФ. Потом у нас есть АТФ-креатинфосфат. Получается тогда 10, не больше 15 секунд. Обычно 5-10 секунд АТФ плюс креатинфосфат. Зависит от, как усилий сделать. После идет гликолиза. А это анаэробный гликолиз. Если начинает падая интенсивность. Тогда идет аэробный гликолиз. Потом окислительное фосфорилирование. Это уже более медленно. И что происходит для закона рекрутирования. Там у меня потом слайд есть очень хороший. И даже в книге там. Когда начинаем закон рекрутирования, у нас есть разный порог. И все движения начинаются с окислительным мышечным волоком. После этого идет окислительный плюс промежуточный и быстро. И тогда поставим вес на максимум. Это означает, что все группы мышеч, они воздействуют. Все группы мышеч. Поэтому хейт-трейн, интервальная тренировка с большими весами, либо интенсивность, они так эффективны. Но затем надо иметь опыт для того, чтобы сползла без травм. И это важно. Прирост силы тогда получается двумя способами. Либо много повторений и получаете саркопломастическую гипертрофию. Либо большими весами миофибриллярной гипертрофии. И это тоже можно случиться и в окислительном мышечном волоконах, и в гликолитическом мышечном волоконах. Все еще нужно говорить. Объем работы. Есть несколько исследований. Один парень. Тоже можно сказать ученый, американец. Это Брэд Шонфилл. У него там мета-анализы он сделал. Но в принципе, он ничего другого не говорил о том, что Силуянов уже сказал. Даже сегодня я показал свои ученики. Я купил его книгу тоже, Брэд Шонфилл. И смотрел мета-анализы. А то, что он говорит сейчас, в 2008 году. У нас есть книга вместе с Силуянов, у меня. И мы уже говорили, что чтобы воздействие было, развивающая тренировка для каждой группы мышечек, каждой группы мышечек, надо сделать минимум 4-5 подхода. Максимум 10 подходов за неделю. Это развивающая тренировка. Что он сказал с мета-анализом? Что надо сделать больше 5 подходов. Сетц. И не больше 10 подходов. Видишь? Примерно 10 лет после того, что Силуянов уже сказал. И если вы читаете старую книгу Силуянов, будете все это смотреть. Это очень аккуратно для каждой группы мышечек. А как это считать, потом мы будем научить и посмотреть. Но, в принципе, если ты работаешь в группу только раз в неделю, можно сделать сразу 10 подходов. Это означает, что была очень тяжелая тренировка. Но повторить только через неделю, даже больше Силуянов, рекомендую даже 10 дней. Даже больше на еда. Но если работать с 5 подходов, можно уже за неделю 100% будет все возвращать в норму. Это просто объем. Как считаем объем? Это сумма всех выполнений повторений, подходов и вес. Например, человек сделал жим лежа, 100 килограмм. Сделал два раза. Раз, два. Это получается 200 килограмм. Один подход два раза по 100 килограмм. 200 килограмм. Отдыхал минут пять. Еще два раза. Два повторений по 100 килограмм. Еще 200 килограмм. Отдыхал еще минут пять. И сделал снова. Это уже третий подход. Получаешь 600 килограмм. Если он сделал четверть, это 800. Если он сделал пять, это 1000 килограмм. Получается 1000 килограмм за пять подходов, только два повторений. Если он сделал четыре повторений, тогда уже 2000 килограмм. Видишь, как объем увеличивает. Что мы должны делать тогда? Считать объемов, писать и смотреть, как он идет со временем. Это очень важно. Очень важно. И это есть один из моментов от периодизации. Потому что если мы так сделаем, мы можем посмотреть и считать люди. И иногда есть время, и нужно время, когда мы должны снизить, избавляться от большой объема. И как Силуэнов рекомендует. Не больше шесть недель. Не больше шесть недель увеличиваем либо вес интенсивности, либо объем количества. И должен быть переходный недель на половину. Давай сделаем пример так. Человек начал в первой неделе пять подходов и сделал десять повторений. Для лег пресс. В следующей неделе он сделал шесть подходов, тоже самое десять повторений. Третья неделя пик. Семь либо восемь подходов, десять повторений. После этого, что я рекомендую. Три недели подряд увеличивали. Это уже более-менее как связано с Матвеем. Неделю и сделаем, снижаем. Допустим, либо четыре, либо пять подходов. Чтобы организм восстанавливался чуть-чуть. И потом есть еще цикл. Тогда получается раз, два, три. Спускаем чуть-чуть объем, вес поставим, оставляем. И еще раз, два, три. После этого переход. Либо максимум месяц. Четыре недели тогда. Это получается мезоцикл. Мы будем там говорить об этом побольше. Тоже важно. Не только работа динамическим. Что такое динамическое? Динамика это когда есть движение. Вспомни. Это когда есть движение. Но то же самое с изометрика. Это когда идет сокращение. Мышцы сокращаются. Но мы не двигаемся. Внутри идет сокращение. Но без движения. Изометрическая сила. Очень важно. Для сейчас, как я стою. Все мышцы спины. Все мышцы кор. Они все работают с изометрика. Количество соотношений, композиций мышц. Больше типа один медленный. Это означает, что если мы работаем с кор. Мышцы, которые держат наше положение. Как мы должны сделать? Большими весами? Нет. Не надо большими весами. Больше повторений. Больше времени под нагрузкой. Почему? Потому что они более тип один. Статодинамика тогда изотон помогает сильно. Окей. И должны работать все типы сокращений. В динамическом. Вспомним. Концентрическая, когда мышца сближается, укорачивает. Эксцентрическая идет сокращение, но мышца удлиняется. Изометрика сокращений без движения. Тогда лучший результат получается. Тоже есть разные методы, чтобы это сделать. Буду коротко говорить, потому что это урок. Мы будем сделать первую часть и вторую часть, потому что большая информация здесь. И что мы сделаем? Есть free weights, свободный вес. Кто должен использовать свободный вес? Все могли это использовать. И мы хотим, чтобы это было уже в начале. Иногда люди думают, а, лучший на тренажера. Да. Тренажер лучший, когда они не с нами. Когда без тренера, тогда онлайн консультация идет. Поставим все, чтобы работать на тренажер. Если они с нами, гантелями свободный вес. Почему? Потому что мы хотим посмотреть и научить технику. Если они начинают технику изучать сначала, потом, когда идет большими весами, либо штангу, либо на тренажерах, легко будет. Окей? А не наоборот. Тогда маленький вес обучаем технику разной движения. И что? Дешевле получается. Можно за студию. У меня там в багажне несколько дам было. Я иду дома к ученикам. Не платят. Я приеду и сразу могу это сделать в любой условии. Когда они достигают лучший уровень, уже в клубы можем ходить и так далее. Тоже есть тогда... Сразу скажу. Хорошо и плохо. Окей? От каждого из этих вариантов. Свободный вес. Хорошо почему? Недорого стоит. Мобильный. Можно поставить на машину и туда-сюда, куда угодно. Что плохо? Если человек не знает технику, легко можно травмироваться. Окей? Можно акцидент, авария случить. Мы должны учить, научить людей. Когда уже на тренажерах они стоящие, означает, что больше денег. Вы должны купить больше приборов, больше тренажеров. Для каждого. Обычно они работают в каждой группе. Только кроссовер можно много сделать. Если нет, надо каждой ножой для каждой группы мышц. Это получается очень... Надо огромную территорию и много машин. Больше денег. Но легко использовать. Есть изокинетический. Когда новые видео там посмотрели, я буду дать ссылку. Новые видео смотрели изокинетический. Это означает, что сам прибор стоит очень дорого. Примерно как мы сделали видео в American Top Team. Он очень стоит больше 30 тысяч долларов. Обычно научный 50 до 100 тысяч долларов. Который есть в лабораторию Силуэна. Но этот, который мы снимали, 30-35 по-моему. И он контролирует скорость. Тоже хороший. Потому что иногда есть момент усилий, момент легко. Он сделает постоянно и двигается очень хорошо. Это изокинетический. А есть прибор не изокинетический, но пневматический. С давлением. И Kaiser Equipment. Мы сделали несколько видео и даже снимали для вас. И будем на следующие несколько уроков. Снимали на Kaiser прибор. Окей. Тоже есть резиновый. Резиновый я использую очень постоянно. Хорошо, потому что недорого. Мобильный. То же самое, как свободный вес. Можно дома, туда-сюда, парк, на пляж. Но затем сложно определить нагрузку. И со временем они начинают потерять свои эластичные. Тогда надо новые купить. Это, в принципе, все, что хотел бы сказать сегодня. У нас еще будет второй часть. И буду как более подробно сказать о результатах, о как сделать. И то же самое, как связаться с силовым упражнением, с питанием, чтобы получить хороший результат. Окей. Я думаю, что вам полезно будет. Пишите, пожалуйста, вопросы. И сделаем маленькое видео. И наша идея, это чтобы вы поняли предмет, читали, читали книгу тоже. Материал, который мы отправили вам. И постепенно увеличиваем. И тоже будем стрим. Окей. Спасибо. Давай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok